Шоковые терапии, слухи о том, что чиновники получат новые льготы и бесплатные лекарства оказались преувеличены. Как объясняет в администрации президента, речи об этом не идет. Кто получал по старому закону, тот и будет получать. А новый документ лишь итоговый нормативный акт к тому, что принят еще в 98-м. И никаких дополнительных 10 миллиардов на чиновников никто тратить не собирался. Но само пусть и ошибочное сообщение уже вызвало дискуссию о том, что льготникам очень непросто получить свои лекарства. О том, что зачастую остро необходимых средств не хватает. Но у проблемы есть еще одна грань. Часто вместо сильнодействующих препаратов по льготному списку положен их дженерик. То есть аналог, произведенный по тому же рецепту, но с возможными изменениями технологии. Мой коллега Евгений Лямин встретился и поговорил с теми, кто без лекарств жить не может. Но и полученные в качестве лекарств дженерики не помогают. Он искал выход из смертельно опасной ситуации. Снова гемодиализ три раза в неделю и снова в листе ожидания на пересадку почки. Второй раз. С осенью 2013 года Виталий уже перенес операцию в московской клинике. И все прошло успешно. Но таким пациентам пожизненно необходимо принимать специальные препараты, которые подавляют иммунную систему для того, чтобы организм не начал отторгать чужеродный орган. Лекарства выдают бесплатно. Но вместо рекомендованного врачом, подобранного в клинике, а на определение дозировки уходят около месяца, в Астраханской области Виталию стали выдавать дженерики. То есть лекарства с тем же действующим веществом, но другого производителя. В итоге почка начала отторгаться. Столько ждал этой почки и так получилось, что уделял ее так быстро. Прежде, говорит заведующий отделением, у детей и подростков проблем не было. Получали оригинальные препараты, но в прошлом году все изменилось. Из разных регионов стали возвращаться пациенты с одним и тем же диагнозом. В среднем у нас оперируется от 30 до 35 человек в год. За 14-й год с этими проблемами к нам вернулось за 14-й год 9 человек. Ну, то есть практически треть пациентов испытывает проблемы. Проблема иммунологическая, связанная с отторжением трансплантата. Прооперированный 5 лет назад Коля Катуков в соседней палате, тоже с отторжением почки. Раньше, говорит мать-подростка, проблем с лекарством не было. Но в прошлом году тендер выиграла другая фирма и препарат заменили. Не врачи, чиновники стали выдавать дженерики. Я, в общем, говорю, нам по выписке написано, что по жизненным показаниям препарат замене не подлежит. Мне сказали, пейте препараты, которые вам дают. Если что-то с вами будет плохо, тогда уже будем решать проблему дальше. Семья Катуковых из Красноярского края. В местном Минздраве нам сообщили, что пациентов с трансплантацией на учете 66 человек. Оригинальные препараты получают пятеро. Это те, у кого были выявлены проблемы. Изначально для всех только дженерики, закупленные по тендеру. Пациентам заявляют. Следующее. Оригинальный или дженерик эффекты одинаковые. От лечения. Чтобы было понятно. Если не врач многолетним стажем или сталкиваешься с этим впервые, то, конечно, понятно. И пойди поспорь. Исходя из того, что дженерик и оригинальный препарат должны быть одинаковые, формируется и тендер. Закупка для пациентов, которым пересажены органы, осуществляется централизованно в Москве. 44-й федеральный закон, который устанавливает целый спектр требований к тому, чтобы эти закупки были прозрачными и объективными. Чтобы поставщик выбирался, исходя из объективных критерий. Ценового и неценового. С другой стороны, в тех случаях, если человек не может в силу индивидуальной переносимости принимать тот препарат, который закуплен, ему необходимый препарат должен быть выписан врачебной комиссии регионального учреждения и регионам должен быть закуплен. И отдельной строкой это прописано в законе. Врачи имеют право выписывать лекарства не по названию действующего вещества, а по названию препарата. В тех случаях, когда у пациента фиксируют, к примеру, несовместимость. Но для людей с пересаженными органами это означает, что последствия могут оказаться необратимыми. Поэтому те, кто имеет возможность, просто отказываются от бесплатных дженериков и покупают оригинальные препараты за свой счет. Наталья Киселева говорит, после сложнейшей операции рисковать и проверять качество лекарств на себе она не готова. Я знаю, что мне там больше не повезет, просто сорвано. Люди живут вообще там по 5 лет назад. У меня вот все нормально, все идет, неужели я буду полуть. Я, скорее, буду деньги искать. Руководитель отделения пересадки почки Центра хирургии профессор Михаил Кааба говорит, чтобы решить проблему, не надо требовать возврата хотя бы частично к старой системе, когда врачи выписывали препарат по названию. Это вовсе не решение, а откладывание проблемы. Необходимо кардинально менять систему надзора за качеством лекарственных препаратов. Женерики, говорит, это вовсе не ругательное слово. Они регулируют рынок, сбивают цену. Иначе те же оригинальные препараты стоили бы еще дороже. Женерик может быть не хуже, чем оригинальный препарат, а в чем-то может быть даже и лучше, чем оригинальный препарат. Такое бывает. Но в России есть несколько дженериков, которые, мягко говоря, плохого качества. И это дженерики, как правило, иностранных производителей. Точнее, не то, что как правило, это просто дженерики иностранных производителей. Особенность российского рынка лекарств заключается в том, что практически нет никакого контроля за качеством препарата после того, как он прошел процедуру регистрации. За рубежом, говорят эксперты, эта проблема замены оригинальных препаратов на дженерики, конечно, тоже существует. Но не так ярко выражено, как у нас. Все дело как раз в надзоре за рынком лекарственных препаратов. Во всем мире для того, чтобы назначать адекватные дженерики, существуют специальные справочники, где записаны те дженерики, которые рекомендуются вместо оригинальных препаратов. В Соединенных Штатах это так называемая «оранжевая книга». Там все препараты проходят тестирование перед регистрацией, а главное, они тестируются на своих качественных показателях после регистрации. То, чего не делаем мы. Именно поэтому на российский рынок некачественные дженерики и идут. Потому что за рубежом их просто-напросто отсекают. В России, поясняют эксперты, главное пройти контроль качества при регистрации. Поэтому и получается, что на бумаге дженерик эквивалент оригинальному препарату. На деле нередко оказывается, что действующее вещество то же самое, а эффект совершенно другой. В Министерстве здравоохранения России говорят о проблеме, знают и решают ее. Важно, чтобы воспроизведенный препарат был терапевтически эквивалентен тому препарату, с которым он сравнивается. И для того, чтобы такое сравнение проводить, для того, чтобы предъявлять к нему объективные требования, Министерством здравоохранения был разработан федеральный закон о внесении изменений в действующее законодательство об обращении лекарственных средств, который в настоящее время вступил в силу. Он принят уже Государственной Думой. Он начнет действовать в полной мере с 1 июля текущего года. По нему, как поясняют, будут оценивать соответствие дженерика оригинальному препарату и совокупность осложнений, то есть наличие побочных эффектов и процент возникновения этого побочного эффекта. Если он будет выше, чем у оригинальных препаратов, такой дженерик не будет признан аналоговым. То есть заменять им оригинал нельзя, а значит и участвовать в тех же тендерах. Наряду с другими такие лекарства уже не смогут. Как будет налажен механизм выявления некачественных дженериков, пока не ясно. Поэтому и то, как скоро российский рынок лекарственных средств очистят от такого рода медикаментов, остается только гадать. Понятно одно, пациенты, которые так зависят от препаратов, с серьезными проблемами сталкиваются здесь и сейчас. И времени ждать у них нет. Мама 17-летнего Виталия Рулакова в ожидании повторной донорской почки для сына теперь, кажется, больше переживает не за саму операцию, а за то, что будет после. Состояние Коли Катукова стабилизировалось, но врачи выписывать его не торопятся, пока не придет подтверждение от региональных властей, что для подростка точно закупят тот препарат, который ему необходим. Евгений Лямин, Кирилл Кушнев, Алексей Чуев, Евгений Маруськин и Сергей Чевелло. Воскресное время. Первый год.